Историческое решение для Соединенных Штатов Америки. Бывшего президента Дональда Трампа признали виновным в фальсификации деловой документации. Решение присяжных было единогласным. Трампу передавили обвинение по 34 пунктам. Согласно материалам уголовного дела, в 2016 году бывший президент заплатил 130 тысяч долларов форно-актрисе Сторми Дэниелс, с которой у него ранее якобы была интрижка. Так утверждает сама Дэниелс. Деньги актрисе заплатил адвокат Трампа. Впоследствии бывший глава государства возместил правозащитнику всю сумму, отметив эти средства в отчетах как оплату юридических услуг. Судебные слушания по делу длились полтора месяца. Приговор Трампу будет объявлен 11 июля. Сам он все обвинения в свой адрес отвергает и утверждает, что подвергся незаконному преследованию со стороны администрации Джо Байдена. У нас в стране есть проблемы посерьезнее. Это было сфабрикованное решение с самого первого дня. С неоднозначными судьями, которых нельзя было допускать к делу. Мы будем бороться за нашу конституцию. Это еще не конец. Всем спасибо. Между тем, мнения американцев по этому делу разделились. Дональд Трамп первый президент в истории США, которому вынесли обвинения в уголовном деле. Ему грозит до четырех лет тюрьмы. Однако это не помешает ему продолжить предвыборную кампанию и возглавить государство в случае победы на выборах. Согласно последним опросам, у Дональда Трампа и Джо Байдена практически одинаковые шансы на победу.